Всероссийский день правовой помощи детям в Самаре проходит масштабно в спортивном лицее. Представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области рассказал о работе организации, как она может помочь в сложных жизненных ситуациях. Затем школьники засыпали эксперта актуальными вопросами на злобу дня. Они действительно заинтересованы и в защите своих прав, и в помощи своим одноклассникам, соседям, друзьям, которые сами не знают, куда обратиться или не знают, что нужно сделать для того, чтобы защитить свои права. Ребята готовы им помогать, достаточно глубоко погружены в тему и радует, что правовое просвещение, оно очевидно все, больший круг людей захватывает. В Самарском спортивном лицее подобные встречи стали уже традицией. По словам директора Ларисы Фурсовой, это помогает подросткам успешно адаптироваться во взрослой жизни. Очень здорово, что уполномоченные по правам человека приходят к ребятам, потому что есть очень такие, знаете, дети, а есть очень серьезные вопросы. И я рада, что ребята могут знать, что у них не только есть права, у них есть еще и обязанности, а самое главное, что еще и за ответственность. И вот это вот трио, оно очень важно для будущих граждан нашей страны. Старшеклассница Анастасия Хринкова из спортивного лица отмечает важность таких встреч. Подросток должен знать все, каждый из этих критериев, свои права, что он может отстоять, чтобы другие люди не нарушали их, свои обязанности, которые подросток должен исполнять. А в 57-й школе в поселке Волгарь разговор пошел об ответственности несовершеннолетних за административные и уголовные преступления. Приводим конкретные примеры, случаи, чтобы они не просто на основах понимали ситуацию, а жизненно ориентируются на конкретный пример, чтобы у них было представление, и чтобы, самое главное, не допускали они в будущем такие промышления и, не дай Бог, преступления. Школа закончится, дети выйдут в большую жизнь. И очень важно, чтобы дети понимали не только свои права, но и меру своей ответственности за все совершенные поступки. Старшеклассники от встреч с экспертами в формате вопрос-ответ остались довольны. Это в любом случае помогает, независимо с какими экспертами и какой в области. Это в любом случае поможет хотя бы одному человеку. Самарские школьники регулярно встречаются с разными экспертами. С сотрудниками банка по кибербезопасности, с полицейскими по административной и уголовной ответственности. Все это делается для того, чтобы обеспечить молодежи комфортную и безопасную жизнь. Сергей Кизорки, Николай Пифанов, События.